Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья и счастья, радости, любимые дорогие! И сегодня, сегодня мы с вами снова на моей кухне и будем готовить сегодня с вами рагу мясное с овощами. Совершенно вкусненько, питательно и всё-всё-всё натуральное! Итак, поехали! Рагу с овощами от Ольги! Приятного аппетита! Итак, мои дорогие, мясо мы режем вот такими вот продолговатыми кусочками. Вот такое у меня сегодня свинина, но она уже была вбалена в перце. И потом мы его кладём в довородочку. К нашему мясу добавляем лучок. Я предпочитаю зелёненький, потому что сейчас у нас весна-лето, и поэтому хочется, чтобы всё было весеннее. Пара-пам-пам! Добавляем его к нашему мясу. Сюда же мы добавляем ещё что-то. Сейчас я вам покажу. Итак, мои дорогие, добавляю ещё один зукин. Посмотрите, я его так же порезала, как и наше мясо. Морковка у меня замороженная, и я решила добавить немножко сельдерея, потому что у меня его много. Я думаю, что не помешает. Всё это дело мы бросаем в наше мясо. Итак, морковка, она потом растает, и она уже резаная, потому что я покупаю уже такую тёртую. Очень даже интересно. Короче, овощей много не бывает, но зукин я всё-таки решила сделать один, потому что ещё другие овощи у меня тоже будут. Итак, добавляем морковку, зукин, сельдерей, и всё это опять закрываем, пусть оно у нас тушится. Сейчас мы будем готовить помидорчики. Помидорки у меня вот такие маленькие, я их просто разрезаю напополам. Помидорчики наши готовы. Всё-таки я решила их разрезать на четыре части, чтобы немножечко кусочки были похожи на наше мясо. И добавляем ко всем нашим овощам. Ещё закрываем крышечку, пусть ещё потушатся. Сейчас я добавлю соль и мою интересную приправку, которая называется приправа спагетти пиканто. Итак, мои дорогие, добавляю соль. Хоть там мясо было уже немножко с приправами, но я добавляю свои. Немножечко посолили и добавляю вот такой вот волшебной приправки. Вот так она выглядит. Здесь у нас основа папирон-чаино, то есть красный перчик горький. Ну, немножечко и соль, немножечко и чесночок, немножечко всякие разные там травки. Поэтому получается очень ароматно. Я тоже сюда добавляю. Получается и ароматно, и немножечко пикантненько. Ну, и ещё, пусть она там на маленьком огне ещё потушится. Парапапам! А пока это всё тушится, у меня варится здесь картошечка молодая. Я её предпочитаю в мандирах. Вот она уже сварилась. Сейчас я её просто солью, и картошечка у меня готова. Ну, вот такая красота у нас получилась. Всё натуральное абсолютно. Абсолютно натуральное. И ещё мы добавляем сюда петрушечки. И вот и всё. Основное блюдо у нас готово. Сейчас я покажу, как оно будет выглядеть на тарелочке с картошечкой. Потому что картошечка у меня тоже готова. Мне её просто нужно почистить. Посмотрите, какая хорошенькая. Она совершенно уже нового урожая. И вот сейчас просто почистить. И порезать одну картошечку на тарелочку. И залить нашим таким вот рагом. И получится вкуснятинное, неимоверное. Главное, что у нас всё натуральное. Никаких там кетчупов, никаких майонезов. Ничего. Няма-няма-няма-няма. Вот я почистила картошечку. Картошку я не солю, потому что она свежая. И когда уже посыпешь соль, теряется вкус. Ну и вот наше рагу накладываю сверху. Посмотрите, какая красота. Тем более, что тут у нас есть соус натуральный. И наша картошечка этим соусом тоже пропитывается. Вот так вот. И мяско у нас тут, и овощи. Всё в одном. Пара-па-пам. Ну а чтобы последняя фишка, так сказать. Мы делаем одну филину, одну ниточку оливкового масла свежего. Вот так вот. Хоп. И всё. Вот такое блюдо от Тольги. Совершенно натуральное. Очень вкусное и приятное. Сейчас покажу, как оно будет выглядеть у нас на столе. Ну вот, мои дорогие, у нас обед готов. От Тольги. Приятного вам всем аппетита. Сегодня у нас вино Кьянти Классику. Двухлетние выдержки. Очень даже вкусненько. Ну и вот с таким рагом. Пара-па-пам. И вот, как я говорила, сегодня у нас Кьянти Классику. Сказагра. Док. И 2021 года. Это вино как раз двухлетней выдержки. Очень мне нравится. Именно вот два года. Не больше, не меньше. 12,5%. То есть, можно употреблять именно в обед. За столом. Я имею в виду столовое вино. Или в ужин тоже очень вкусненько. Кстати, я забыла отметить, что на сковородку я немножко наливаю оливковое масло. То есть, готовлю я на оливковом масле. Совсем-совсем немного. Это вот я забыла уточнить. Продолжение следует.